Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Я понял, но вот смотрите, у меня на приеме граждан был наш горожан, зовут его Александр, он квартиру получил от города Мельц, вы ему счет выставляете 30 тысяч лет, вот он здесь присутствует, Александр встань, пожалуйста. Ты эту квартиру получил? Да, я эту квартиру получил от муниципального совета, как я сирота и без родителей. Так, и как на него можно вешать долг, 30 тысяч лет, если там проживала бабушка, которая умерла? Никакая, не говорите, есть ли вы, есть ли вы, есть ли вы, есть ли вы, когда идут и расскажутся, я сейчас не могу сказать вот именно по этому адресу. Ну, вот он здесь присутствует, мне просто было стыдно перед Александром, мало того, что он сирота, он инвалид, и если его загонять вот этими квитанциями, то куда мы его загоним? По 30 тысяч лет квитанции, которым он говорит, что я не знаю, куда это взялось. Это предыдущая, наверное, я так понимаю, хозяева, накопили толк. Там умерла женщина полного возраста, она умерла все квартиры, и посчитали только, что в этом начале нового... Подождите, квартиру переоформили на Александра? Да. Как могут идти счета на Александра? Потому что лицевой счет на предприятия не переоформили. Лицевой счет на предприятия не переоформили. Саша, послушай меня, значит, возьмешь все эти документы, придешь в чек-норг, в вагон отдел, в юр, начало, наверное, в юр отдел. Мы были, но они сказали о том, что перезапричать договор, мы предоставили распоряжение премаря, предоставляли еще одно распоряжение и не сказали. Пока не оплачивают долги 30 тысяч, мы налоги выдаем. Плюс они сказали, что мы предоставили все документы от НБТИ, ордер, чтобы перезапричали договор с нами, и не сказали, что вы баба, ты ее внук, пока не оплачивают долги, мы тебе делаем квитанцию на твое имя, придут всеми долгами. Мы были по несколько раз. Плюс были в кабинете. Как ты внук, если ты сирота? Ну, они так и сказали. Были потом у директора, мы написали заявление, чтобы взять нас на прием к директору. Просто сказали, ваш вопрос рассматривается, но не вызвали никогда, ничего. И опять прислали квитанцию? И опять прислали каждый месяц. Ну, это нормально, а когда вы обращались? Где-то два месяца назад мы обращались с письмом, вот это все. Саша, послушай, я, конечно, извиняюсь за руководителя этого предприятия, это, конечно, неприятная история, и ты вообще не должен был в нее попасть. Но, еще раз говорю, я извиняюсь за руководителя предприятия, что он тебя не принял, и то, что тебе дальше приходят эти долги. Ты, пожалуйста, возьми обязательно все документы. У тебя, наоборот, есть документы, правильно? Возьми все документы, обратись в службу юротдела, сегодня предприятия Четнорда обязательно поставят в известность начальника юротдела Четнорда. Ты обратись туда, потому что у тебя не могут, ну как, у тебя может быть бабушка, но если ты сирота, значит у тебя бабушки нету, и ты это сам понимаешь. Потому что они тебе говорят, что у тебя есть бабушка, плати долги, но это, по крайней мере, несправедливо и неправильно. Хорошо, Саша? Еще раз говорю, я извиняюсь за них, ты бери все документы, иди на это предприятие. Хорошо? Все, спасибо. Ну а лучше потому что год, не год лица, 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 читая, скажи, раз на растающих. Я потом пришел, ушел в него крик душом, я не знаю, что он мне делал. Меня не принимают, поэтому принес вот эти квитанции. Письмо от 6 сентября прошлого года. Понятно, что это не ваше направление. То есть этот вопрос вот так, в каком состоянии... Он еще жил без света и без воды, он обращался к нему. Мало того, что он сирота, он инвалид, и мы его так вот футболим. Николай, Николай, я понимаю, это не мой объясненный вопрос, но мы все равно предприятием. Если это жил фонд премарии, значит, премария должна была тогда рассчитаться, а потом отдать другому владельцу. Нет, премария должна была рассчитаться. Там был владелец, бабушка, которая умерла, насколько я знаю, в муниципальный свет, потом выделил как сироте. Мы написали в Четнорд соответствующее обращение о том, что у нас появился, у нас изменился наниматель в данной квартире, просто списать долги, которые... Ну, там, я знаю, были проблемы с водой, с газом, с электроэнергией, с отоплением, и ему везде списали долги, потому что на основании, кроме Четнорда, Четнорд выставил все долги. Правильно я говорю? У меня к вам просьба. Возьмите, пожалуйста, подсвольте на личный контроль, потому что... Адрес какой? Бурябиста 1, квартира 1А. Бурябиста 1, квартира 1А. Костюк Александр. Вы же видите, сам, парень, ну, нельзя так поступать, я говорю, у меня слов нету, и мне просто перед ним стоить.